Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Тарарина. Псочные часы. Мы родились. Слышите? Время пошло. Сначала нам кажется, что песка так много, что мы все успеем. Мы амбициозные, буйные. Отставим свое мнение, доказываем свою правоту. Хотим, чтобы было по-нашему. Думаем, что все успеем. Псок сыпется. Время идет. Мы получаем опыт предательств, разочарований. Мы видим, что не все мечты сбываются. Мы видим, что молодые уходят из жизни без особо веских причин. Мы видим, что в мире существуют болезни старости. Мы видим, что для того, чтобы получить то, что мы хотим, иногда цена слишком велика. Часто люди спрашивают, как не бояться своего возраста, как не бояться старости. Я думаю, что в этой жизни бояться, в принципе, не стоит. Ведь страх – это всего лишь вещь, которая имеет кармическую причину. И если вы не знаете, то кармическая причина страха – это ложь. То есть, когда мы с вами врем, обманываем, не являемся самими собой, мы создаем у себя внутри причину, по которой мы потом испытываем страх в разных сферах жизни, в отношениях, в реализации. И чем больше у нас лжи, чем больше то, что мы делаем, говорим, и то, чем мы живем, не соответствует нашей внутренней природе, тем больше у нас появляется страх. И страх старости имеет, кстати, очень специфический вкус. Мы не хотим признавать настоящее. Мы оплакиваем свои не реализованные в молодости мечты. Мы не хотим соглашаться с тем, что когда-то нам будет 81. И наша левая рука уже не сможет так подняться. И мы не сможем просто побежать навстречу своим внукам. Дай Бог, чтобы они у нас были. Мы будем медленно идти. Страх старости, по сути, обозначает принять идею, что можно замедлиться. Страх старости обозначает принять идею, что все, что с тобой происходит – это лучшее и самое правильное, что для тебя нужно. Страх старости – это принять идею, что дорогие для тебя люди, люди, с которыми ты прожил очень важные моменты твоей жизни, постепенно будут делать свои выборы. С кем-то ты останешься в дружбе. Кто-то уедет в другую страну, кто-то уйдет из этого мира. И это происходит. И если мы понимаем природу непостоянства, если мы понимаем, что не время движется, друзья, не время движется. Мы. Наши мысли, чувства, наше поведение, наше сознание двигаются внутри времени. Время вот так. Двигаемся мы. И если вы двигаетесь в радости, то каждая минута вашей жизни будет наполнена смыслом. А если вы пытаетесь выгрызать у людей любовь, что-то доказывать кому-то, кричать, бить себя в грудь, что я смогу, я должен, то чего вы не должны? И никому ничего не нужно доказывать. Вопрос только в том, вот сейчас, здесь, в настоящий момент, глядя это видео, сейчас самое время сказать, ставя лайк и подписываясь на канал. Ты счастлив? Вы счастливы? Вот я сейчас сижу в этой чудесной студии, записываю для вас видео, размышляя о важных для меня вещах, надеюсь, важных для вас. И мне кажется, мне ощущается, что это глубина и что не так много людей в этом мире, с которыми я могу говорить о смерти, о ценности жизни, о драгоценности человеческих отношений, о мире, который стал монетой дороже золота, дороже любого природного металла, дороже любого химического элемента, в этом мире стал мир и уважение, человечность. Мы живем с вами в пространстве, где язык, национальный цвет паспорта, и твоя культура, и твоя религия определяет, насколько ты хороший человек. Мне кажется, с этим миром что-то не так. И пока мы с вами здесь, пока мы можем что-то менять, пока у нас есть время, выбирайте ваши ценности. Не нужно следовать за толпой. Не бойтесь выделяться. Быть странненьким, я говорю своим студентам на курсе партерапии. Быть странненьким, это нормально. Шастливых людей не так уж много. Хотите счастья? Будьте готовы выделяться.